Я люблю фильмы Марвел, даже когда они получаются не очень, даже когда они перебарщивают с манипулятивными элементами или чрезмерно эксплуатируют темы борьбы за социальную справедливость. Я все равно смотрю эти проекты, делаю о них видео и даю шанс достучаться до моего сердца. И на самом деле я довольно резко высказываюсь о четвертой фазе Марвел не потому, что я хейтер Марвел, а скорее потому, что я расстроенный и разочарованный фанат. В четвертой фазе, конечно, есть проекты, которые мне нравятся, куда без этого. И вечные не так плохи, как о них пишут критики и фанаты, и в Черной пантере Ваканда навеки я нашел много элементов, которые мне пришлись по вкусу. От фильма «Человек-паук. Нет пути домой» я был натурально в восторге. Сериалы Локи, Лунный рыцарь, Ванда Вижн мне понравились. Но все же, даже в этих проектах я вижу недостатки, которые есть во всей четвертой фазе, ну если не во всей киновселенной Марвел. И в недавнем видео я довольно сурово прошелся по главным, как мне кажется, недостаткам именно четвертой фазы. Ну вот уже стартует следующая фаза, и я был полон энтузиазма. Приветствую, меня зовут Сокол, и на улице фанатов Марвел сегодня праздник, несколько омраченный критическими отзывами. Но думаю, что ничего страшного. Наоборот, даже интересно, и осад двоеточие «Квантомания». По трейлерам выглядел любопытно, хотя и напоминал чем-то «Детей шпионов» и «Шаркбоя» и «Лаву». Но вот эмбаргон рецензии прессы спала, и что я увидел? Что все увидели? Оценки «Квантомании» довольно быстро рухнули, до гнилого рейтинга. На момент написания этой рецензии агрегатор Rotten Tomatoes показывает 48% положительных рецензий. Я покопался в рецензиях и увидел, что все критики пишут плюс-минус одно и то же, что в положительных рецензиях, что в отрицательных. И это проблема этого сайта. У него есть как бы две градации, либо положительный отзыв, либо отрицательный. То есть, если условный критик ставит оценку 5,5 из 10, то это считается положительной оценкой. Если просто 5, то это уже отрицательная, нет никакой нейтральности. Хотя обе оценки очень близки и вполне могут восприниматься людьми как негативные. Но система работает именно так. Там в положительных записаны рецензии с оценкой 3 из 5, а в отрицательных 2,5 из 5. Так что всегда читайте рецензии, это гораздо полезнее. Что я хочу сказать? С оценками там полный кавардак, но скорее всего все критики примерно сходятся в своих мнениях. Я почитал рецензии, примерно пишут об одном и том же. Квантомания это фильм с интересными идеями и симпатичной квантовой вселенной, который представляет довольно крутого злодея Канга, в этом все сходятся. Но это фильм с дико поспешным повествованием, нераскрытым потенциалом и довольно неровным тоном. И это уже можно назвать частью моей рецензии, поскольку не могу не согласиться. Это действительно так. Это не ужасный фильм, кто-то даже от него останется в восторге. Но у него полно проблем, которые делают из него, ну скорее, середняк или около того. Я посмотрел Квантоманию, не спрашивайте как, сами догадаетесь. Да. Пиратство наше все. В общем, посмотрел я фильм в надежде понять, за что он получает гнилой рейтинг. Между прочим, это второй в истории фильм Марвел с гнилым рейтингом. Еще есть вечный, у которых, видимо, рейтинг формировался похожим образом. Даже у четвертого Тора оценка выше, чем у Квантомании. И повторяю, Квантомания не ужасный фильм. Тор гораздо хуже в этом плане. Квантомания это самый стандартный фильм Марвел, чего не скажешь, например, о фильме Вечный. То есть, чем Квантомания хуже того же четвертого Тора, я вообще понять не сумел. В Квантомании полно недостатков, с этим я согласен. Ну и прикольных элементов достаточно. Но и опять же, он не скатывается в такую жесткую клоунаду, как Тор четвертый. Который вообще не фильм, а какой-то набор гэгов. Поэтому давайте, обсудив странности рейтинга Rotten Tomatoes и оставив их в стороне, перейдем уже к самому фильму. Дальнейшие повествования я хочу разбить на три части. В первой части будут сугубо положительные моменты фильма. Во второй части спорные. То есть, моменты, которые вроде и хороши, однако есть определенное но. Ну а в третьей части будет сосредоточено исключительно плохое. Итак, хорошо. Фильм Человек-муравей и Оса Квантомания наконец-то работает как часть общего сериала Марвел. Одной из моей претензий к четвертой фазе является то, что ей не хватает фокуса на какой-то общей сюжетной линии. Проекты расползались и фактически никак не перекликались между собой. Из всего множества проектов четвертой фазы лишь три говорят о мультивселенной. А это вроде как основная идея будущих фаз. И, наконец-то, довольно важный для единого нарратива фильм. Квантомания в этом смысле работает куда лучше Доктора Стрэнджа в мультивселенной Безумия. И, скорее всего, в большей степени является продолжением сериала Локи, чем третьим фильмом про Человека-муравья. Сериал Локи для общего сюжета сделал больше всех в четвертой фазе. И вот теперь Квантомания, которая вновь представляет нам Ганго. Точнее, один из его вариантов. Этот фильм лично мной воспринимался как продолжение франшизы Марвел, а не как продолжение мини-подфраншизы про Скотта Лэнга. Даже по постерам можно заметить разницу в масштабе фильмов. Это комедия про микрочела. Это комедия про двух микрочелов. Ну а это фильм, представляющий злодея Марвел, новый мир и концепцию новую. Ну и там есть пара-тройка микрочелов. Квантовый мир действительно интересен. Концепция мультивселенной все еще захватывает и впечатляет. Квантомания представляет весь набор элементов, которыми продюсеры Марвел собрались нас развлекать в следующих картинах. И это получается у ленты гораздо лучше, чем быть еще одним сиквелом Человека-муравья. Куда как лучше. Канг действительно мощен и представляет собой довольно сильную угрозу сам по себе. И фильм толкает зрителя к мыслям о том, что будет, если таких вот Кангов появятся сотни и тысячи. Этот фильм интригует и дразнит гораздо большей опасностью, которая скрывается за Кангом. За квантовым миром. В котором сам Канг-завоеватель оказывается лишь пришельцем, одним из Кангов. И у меня впервые за долгое время появилось желание узнать, что нас ждет дальше. Куда нас все это заведет. Ставки действительно повышаются для будущей франшизы. И надеюсь, что в других проектах они не забудут о всеобъемлющей истории, которая должна красной нитью связывать все проекты Марвел. Представляете, у нас наконец-то фильм Марвел, который хорошо работает, как фильм Марвел. А все потому, что Канг чертовски хорош. Если тот, кто остается, был балагуром, уставшим от вечной жизни, то завоеватель является жестоким манипулятором, который не вызывает никакого сочувствия. Но, но, игра Джонатана Мейджерса добавляет персонажу какие-то страдальческие нотки. В глазах постоянно читается нежелание делать то, что он делает, будто его вынуждают. И иногда во фразах это проскальзывает. Актерская работа Мейджерса придает Кангу некой неоднозначности, что ли. Он как бы сам жертва обстоятельств. Если бы можно было сделать по-другому, он бы, наверное, сделал. Но он не может как бы себе этого позволить. Кроме того, завоеватель не лишен обаяния, что позволяет перетаскивать персонажей на свою сторону, не только с помощью страха, но и с помощью своей харизмы. Короче, Канг не так прост. Его интересно поизучать в будущих проектах. Однако, когда надо, с Канга полностью слетает вся эта меланхоличная тоска и прочие человечные черты. Он превращается в бескомпромиссного монстра с замашками диктатора. И снова Мейджерс чудо как хорош. Также хорошему я могу отнести сам квантовый мир, квантовое измерение. Даже не буду пытаться разобраться в местной физике или как он там вообще существует. В общем, это место где-то находится за пределами чуть ли не всех реальностей или где-то еще. Ну а попасть в него можно очень сильно уменьшившись. Я хз. Тут, мне кажется, даже сами марвеловцы толком не знают, как у них все это устроено. Ну а сам по себе этот мир сделан интересным. Очень понравились местные существа. Понравилась местная необычная природа с гигантскими инфузориями. Понравились местные технологии, которые являются, ну, неким сплавом чего-то биологического и технологического. Хвалю за креатив, мне это действительно понравилось. Это необычно. Мне это настолько понравилось, что даже как-то не хватило. Тут как в случае с Аватаром. Лично я бы побольше времени провел за изучением местной фауны, обычаев, там, местного народа и технологий. Но не дали. Правда, в отличие от джунглей Пандоры, подход к созданию квантового мира был более легкомысленным. И многие вещи создавались намеренно глупыми. Ведь не забываем, что Человек-муравей это вроде как изначально комедия. Поэтому некоторые существа тут выглядят так, будто сбежали из сериала Рик и Морти. Но третий фильм о муравье это уже не та скромная комедия, как в прошлой части. Если второй фильм заканчивался автомобильной погоней, да, тупо, да, то третий заканчивается массивной эпичной боевой сценой. То есть у фильма совершенно другой масштаб. Он выстраивает интересный мир и пытается навести эпик. Не вполне получается, но плюс за попытку. Еще хочу похвалить фильм за интересную сцену, очень напоминающую сцену иллюзии Мистерио в Человеке-пауке. В трейлере есть лишь небольшой кусочек этой сцены, где куча людей-мурашей, как реальные муравьи, выстраиваются горкой такой. И критики могут что угодно говорить, но эта сцена одновременно и креативная, и дискомфортная, и веселая, и, насколько можно судить по экранке, вполне неплохо сделанная с точки зрения визуальных эффектов. Еще, с чем я полностью не согласен с критиками, так это с тем, что там в фильме якобы недостает юмора. Возможно, словесных шуток и обаяния смешного Пола Рада действительно было недостаточно, но это компенсировалось юмором визуальным. Квантовый мир явно был сделан с неким приколом. Как по мне, фильм довольно забавный, и юмора там вполне хватает. Правда, уместен ли он? Вот об этом поговорим дальше. Спорное. Квантомания проделала очень хорошую работу для франшизы. Это, без сомнения, важный и даже хороший фильм Марвел. Но является ли он хорошим фильмом про Человека-муравья? И вот тут уже можно поспорить, важно ли это вообще. Другие фильмы про Человека-муравья – это беззаботные семейные комедии, которые на фоне остальной киновселенной казались маленькими и незначительными, как муравьи. Я подозреваю, что это было сделано намеренно, поскольку сам по себе персонаж, его способности несколько комичны. Поэтому и фильмы такие. Возможно, ко второй части я когда-то был несправедлив, называя ее филлером. Вероятно, такова и была задумка. И вот третий фильм уже вряд ли повернется язык назвать филлером. Но шарм маленьких смешных фильмов, увы, полностью теряется. И судя по всему, критики этим разочарованы. Гигантские ставки, представление нового мира, массивная битва с участием многочисленной армии. Мы правда смотрим фильм про чувака, который когда-то сражался со своим противником в женской сумочке и уворачивался от паровозика Томаса? Серьезно? Я хотел когда-то, чтобы фильмы про муравья были важнее для киновселенной. И я, видимо, получил это с лихвой. И теперь отчасти я жалею об этом. Ведь мне не достает той миниатюрной легковесной комедии. Бойся своих желаний, как говорится. Личная история Скотта Лэнга, его дочери Кейси и возлюбленный Хоуп теперь теряется на фоне масштабного представления. Мы очень мало времени проводим в реальном мире. Лента очень быстро обозначает проблему взаимоотношений Кейси и Скотта. И также максимально быстро картина закидывает героев в квантовый мир. А дальше конфликт отцов и детей отходит как-то на второй или даже на третий план. Расширение масштаба и смена тона – это, конечно, неплохо. Но картина делает все очень быстро, жертвуя личными историями. Кроме того, в чем был Цимис первых лент? Способности Человека-муравья смотрелись намного-намного интереснее, когда все это происходило, уменьшение, увеличение на фоне реального мира. На фоне привычных нам вещей, которые в ином масштабе смотрелись безумно. Отчего возникал комичный эффект. Квантовый же мир весь является комичным, глуповатым и безумным. Какая разница, в каком масштабе на него смотреть при этом? Фильм просто берет и выкидывает одну из главных фишек своих предшественников. Понимая, что это было необходимо, но все-таки жалко. Жалко, что это было потеряно. Почему это в спорных моментах? Потому что кто-то, я в этом уверен, сочтет такой финн тушами приемлемым. Кто-то будет полностью удовлетворен тем, что этот фильм является в большей своей степени фильмом киновселенной Марвел, чем фильмом про Человека-муравья. У этой подфраншизы были свои фишки, которые третий фильм растерял. Был потерян потенциал и Билла Мюррея. Если вы надеялись на то, что Билл Мюррея тут играет важную роль, что его лицо не зря публиковали на постерах, то забудьте, Мюррей это вроде как местная важная шишка в квантовом мире, но по большей части это просто камео. Так что его участие в фильме можно назвать крайне спорной вещью. На него приятно смотреть, конечно, он забавен, но он там только для того, чтобы быть, выступая проходным камео, опять же. Можно оценить разве что, насколько Марвел полагается на Билла Мюррея, так как он один здесь заменяет целую команду иллюминатов во втором Стрэнджа. Ну и наконец, плохое. Из-за стыка двух желаний, желание снять масштабную часть франшизы и желание продолжить комедийного Человека-муравья, у фильма постоянно возникают проблемы с тоном. Марвел и раньше постоянно переключались между драматичными моментами и комедийными моментами слишком резко, из-за чего шутейки казались неуместными. Но в третьем Муравье с этим хуже всего, как мне кажется. Возникает ощущение, что историю рассказывают два совершенно разных рассказчика, которые все время перебивают друг друга при этом. Один из них чрезмерно драматичный, другой придурочно-юморной. Канг намеренно написан и исполнен как персонаж, далекий от всяких шуток и кривляний. И он заперт в мире полном дурацких существ и причудливых явлений. Само то, что такой весь из себя крутой Канг противостоит такому персонажу, как Человек-муравей, уже глуповато, не находите? Это как-то ниже достоинства Канга. Мог бы найтись противник и позначительнее, наверное. Постоянные скачки тона, постоянные попытки пошутить зачастую рушат саспенс, атмосферу, а иногда и образы персонажей. В фильме соседствует геноцид, массовые убийства, революционное движение и шутки про дыры в теле и гребаный модок. На самом деле встреча Канга и Муравья это еще неплохо. Нет, нет. Настоящее недоразумение этого фильма это модок. Модок. Абсолютно комичный злодей, который, находясь в одном кадре с Кангом, буквально высасывают всю эпичность последнего, превращая все действо в гребанный фарс. Модок это буквально худший элемент этого фильма, и все сцены с ним абсолютное убожество. Начну с дизайна этого злодея. Они не придумали ничего более вменяемого, чем просто растянуть лицо актера до непропорциональных размеров и засунуть его в летающий стул. Даже в той дурацкой игре про Мстителей дизайнеры постарались поработать над модоком и выдали хоть что-то приемлемое. В Квантомане же модок это буквально злодей из шаркбоя и лавы. Он даже ведет себя точно так же. Эдакий вечно лыбящийся придурок, который отпускает глупые шуточки. Еще раз. В этом фильме соседствует Канг, который в гневе убивает сотни существ, и у которого визуально интересные технологии из будущего. И модок, который больше похож на шалтая-болтая из мультфильма про кота в сапогах. Абсолютно тот же вайп. Модок это плохой дизайн, плохой CGI и абсолютно неуместный, чрезмерно глупый персонаж, который даже рядом со Скоттом Лэнгом смотрится комично и неуклюже. Но хуже всего, когда взаимодействуют модок и Канг. Поскольку именно в эти моменты видно, что эти двое будто бы пришли из двух совершенно разных фильмов. Они просто никак не должны были оказаться в одном фильме, в одной сцене, в одном гребаном кадре. Вообще, мне кажется, модок один из тех героев комиксов, кому не место в лайф-экшн адаптации, только если это не абсурдная комедия. Ну, что-то типа сериала, что выходил на Хулу. Есть еще пара персонажей, к которым у меня имеются вопросы. Не вдаваясь в спойлеры, я нахожу поведение Дженет Ван Дайн, Мишель Файфер, абсолютно необъяснимым и даже возмутительным в какой-то степени. Почему она ни с кем не поделилась информацией о происходящем внутри квантового мира? Что за непонятные секреты и тайны? Это особенно возмущает, когда понимаешь, что она, умалчивая информацию, уже рисковала Скоттом Лэнгом, когда тот отправлялся в квантовое измерение в предыдущем фильме, ну, в послетитровой сцене, если кто не помнит. Я, конечно, понимаю, что на тот момент никто еще не знал, куда заведет кривая сценарная дорожка Марвел, но сейчас-то явно рождается довольно серьезная сюжетная дыра. Нахрена так делать? Зачем? Не говорить своим близким о серьезной проблеме и почему не стоит нырять в квантовый мир, мотивируя это тем, что просто не хотела никого волновать, это самый тупой сценарный ход, что можно было придумать. Даже амнезия сработала бы лучше. А так сценаристы сделали и с Дженет Ван Дайн просто мразь. Никак иначе я не могу ее назвать. Еще на одни грабли марвеловцы в очередной раз наступают с Кейси Лэнг. Она, как это принято сейчас в Марвел, должна выступить заменителем Скотта Лэнга в будущих фильмах. Но вы знаете, что у нас уже есть заменитель Железного Человека, Соколиного Глаза, Черной Вдовы, теперь вот заменитель Муравья. Но на создание и развитие характера нет времени, а поэтому Кейси сразу все умеет, сразу суперумная, высокоморальная и у нее сразу все выходит лучше, чем у Скотта Лэнга. Браво, Марвел! Еще одна картонная Мэри Сью на замену. Про нехватку времени тоже хочется вбросить пару слов. Ибо лично мне не хватило времени насладиться созданным Марвел миром. Не хватило сцен из обычной жизни. Не хватило сцен, раскрывающих местное революционное движение. Может быть, я за этих персонажей переживал бы больше, если бы они не были пустыми болванчиками. Может быть. За два часа фильм вкидывает так много всего, что все выглядит урывочно и поспешно. Будто бы от картины отрезали минут сорок или час. Мне кажется, этой картине комфортнее было бы вот как раз в трех часах экранного времени. Два часа это слишком мало, чтобы и мир представить, и злодея для всей киновселенной заявить, и историю Скотта Лэнга с семьей раскрутить, и пошутить, и эпичную битву устроить. Мало. Мало. Что ж, думаю, это вполне развернутая рецензия с минусами и плюсами, и с какими-то нейтральными вещами. Рецензия на новый блокбастер от Марвел. Ну и, конечно, некоторые пояснения. Чтобы лучше понять фильм, наверное, стоит посмотреть сериал Локи. Хотя фильм за 2-3 минуты умудряется вкинуть экспозицию про мультивселенные. После титров две сцены, и обе связаны с сюжетом. Одна тизерит то, что будет в будущих фильмов франшизы, другая отсылается к конкретному проекту Марвел, который многие ждут, и который вот-вот должен выйти. Ну а я, сделав перерыв, возвращаюсь к работе над блокбастерами. И, пожалуй, начну с фильма Марвел какого-нибудь, да. Сценарий пишется, да. Вот-вот будут съемки, ну а перед вами имена дорогих и любимых мной бустеров. Спасибо им за поддержку. Благодаря, в том числе, и их поддержке, я сподобился открыть новый канал о кулинарии. Ссылка будет в описании. Сейчас, правда, будет временный перерыв, так как я ушел работать, повторяю, над блокбастером. Но это не продлится долго. Я надеюсь. На кулинарном канале, я думаю, для продвижения стоит, наверное, начать публиковать шорсы. Что думаете на этот счет? Ну а еще вы тоже можете рассмотреть возможность поддержать меня через бусте. Ссылка в описании. Огромное спасибо за просмотр. Пока. И берегите себя.